Кыргызская республика Но это обстоятельство, очевидно, устраивает далеко не всех. Здравствуйте! Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской республики в течение последних нескольких дней выявили и задержали в Сузахском районе Джалабадской области шесть членов Хизбут-Тахрир, организации запрещенной на территории республики. Здесь же была раскрыта деятельность женского крыла Бегабадской ячейки этой религиозно-экстремистской организации. Члены женского крыла не только занимались экстремистской деятельностью и вербовкой сторонников, но и нелегально обучали несовершеннолетних основам идеологии Хизбут-Тахрир. Результатом стало уголовное преступление. Сторонники Хизбут-Тахрир сожгли государственный флаг Кыргызской республики и вывесили белое полотнище с арабской надписью на воротах двух местных школ. Кроме того, в Адбашинском районе на Рынской области были задержаны ранее девять членов, а в Чуйской области на днях 16 членов религиозной организации «Якэн-Инкар». В ходе обыска местах проживания активных членов этих организаций было обнаружено большое количество печатных изданий, экстремистской литературы, листовки, мобильные телефоны, электронные носители, информации, компьютеры, флеш-накопители, по предварительным данным, содержащие пропаганду экстремистской идеологии. Один из задержанных членов «Якэн-Инкар» позиционировал себя не иначе, как халиф-мусульман. Следственными органами он привлечен в качестве обвиняемого на основании статьи 331 части 2 Уголовного кодекса Кыргызской республики «Создание и финансирование экстремистской организации». Он воодворен в СИЗО номер один. «Лавры великих аббасидов, блестящие государственные и военные успехи багдадских халифов VII-IX веков не дают покоя». Или же возрождение халифата – это всего лишь заманчивая идея, которая подпитывается финансовыми потоками некоторых спецслужб и различных там фондов. В конце концов, нет в этой жизни, и тем более в политических играх, ни одного проекта, основанного на чистом альтруизме и великомученическом самопожертвовании. Без целенаправленного и достаточного финансирования ни одна идея, ни один политический проект ни одного дня существовать не может, да и не будет. «Упорные попытки распространения религиозных течений экстремистского толка в Кыргызстане, без сомнения, не являются исключением в этом ряду», считают политологи. Хизбут Тахрир Аль-Ислами – «Исламская партия освобождения». Цель этой организации – объединить все страны, где преобладает мусульманское население, в единое исламское государство – халифат, управляемое шариатским правом. Деятельность этой религиозной политической партии запрещена во многих странах мира. И тем не менее, организация существует, продолжает свою деструктивную деятельность подпольно. И что более чем странно, это то, что ее нелегальная деятельность собирает вокруг идеи немало сторонников. Массовым явлением это сложно назвать, но адепты этой организации не прекращают борьбу за души верующих. В основе идеи возрождения великого исламского халифата лежит исламский фундаментализм, который в корне отличается от умеренной исламской религии, к приверженцам которой причисляет себя подавляющее большинство мусульман нашей республики. Конечно, конечная цель фундаментализма – утвердить исламский закон в качестве основы государства и общества. Цель – создание государства, в основе которого лежит исламский закон. Государство, которое управляется шариатом, абсолютно в корне противоречит основному закону Хыргызской республики. Согласно Конституции, как известно, Хыргызская республика, я уже говорил об этом, является светским государством, в котором религия отделена от государства. Собственно, в этом и заключается основа конфликта. Конфликта, который пытаются заложить под наше общество внешние силы. Именно те силы, которым экономическое развитие и политическая независимость Кыргызстана, как, впрочем, и всех стран Центрально-Азиатского региона, да и стран СНГ, вовсе нежелательна. Нежелательно это, мягко говоря. Наше развитие, процветание, как кость в горле, мы уже об этом говорили и не раз. Мы нужны мировым политическим игрокам в качестве перманентно зависимых стран, вечно прозябающих в нищете, стран с полуразрушенной экономикой и неизлечимыми социальными болячками. Нелегальная деятельность Исламской партии освобождения, которая, очевидно, щедро оплачивается и поддерживается определенными силами, это всего лишь один из многочисленных и довольно известных способов ослабить государство, разделить общество, расчленить мусульманское сообщество республики на множество противоборствующих религиозных течений. Идея возрождения халифата и насаждения шариатского права заложена и в основу деятельности организации Якон-Инкар. Название это с арабского переводится как «полное отрицание». Очевидно, имеется в виду полное отрицание всего, кроме Аллаха. Последователи Якон-Инкар согласно идейным установкам придерживаются чистого ислама, воздерживаются от всех мирских дел и благ цивилизации. Они отвергают материальные и культурные ценности, не пользуются достижениями современной медицины, отрицают необходимость светского образования и даже проповедуют его вредность для истинного верующего. Они также не признают право на существование других религий. Понятно, что дети сторонников этой организации не ходят в школу. Сами члены организации и их семьи не обращаются в учреждения здравоохранения, далеки от музыки, театра и кино. Это своеобразное возвращение в средневековую дикую реальность. При этом адепты этой организации, как уже было сказано, проповедуют идею возрождения Великого Халифата. Судя по всему, они не в курсе того, что в эпоху Великого Халифата было сделано немало научных, математических, лингвистических и астрономических открытий. Развивалась медицина, поощрялось искусство, строительство и архитектура достигли небывалых высот. Очевидно, те, кто руководит сторонниками идеи и отрицания, не сошли необходимым посвящать своих марионеток из Якон-Инкар в эти благие подробности истории Великого Халифата. Достаточно и средневековой идеи чистого ислама, думают они. Методом использования адептов религиозных течений в экстремистских целях и в проведении террористических акций, как говорится, вслепую. В общем, спецслужбы отдельных стран пользуются давно и довольно успешно. Но бывали случаи, когда марионетки выходили из-под контроля боссов. В этих случаях политологи, как правило, вспоминают известного, а ныне покойного террориста номер один Усаму Бен Ладена. Выступая на недавнем заседании руководителей органов безопасности и спецслужб стран-членов СНГ в Бишкеке, глава ГКНБ Хамчевек Ташиев отметил активизацию экстремистских и террористических сил в северных районах Афганистана. Он говорил о том, что это обстоятельство не может не беспокоить страны СНГ, потому что все это происходит на южных рубежах Содружества. Он призывал быть внимательными и готовыми к возможным провокациям и экстремистским проявлениям на территориях стран СНГ. Разве он ошибался? Да нет, конечно же. Генерал был прав и был готов к активным проявлениям деятельности экстремистских организаций, в том числе в нашей республике. Готовы к этому и сотрудники органов национальной безопасности. Борьба с экстремизмом продолжается, и наверняка активность органов безопасности и правопорядка в этом направлении будет усилена. Ну а результаты, я думаю, не заставят себя долго ждать. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин